В Казахстане мужчина захватил банк и потребовал перевести все деньги малоимущим и детям с инвалидностью. Так указывают многие СМИ. Захвативший заложников в Астане требовал перевести все активы КАСПИ-банка. На выполнение своих требований он дал 3 часа, после чего обещал убить заложников. Мужчина был вооружен пистолетом, ему около 30 лет. В банке клиентов не было, там были только сотрудники. В общем, ребята, как указывают СМИ, якобы он такой хороший, всех он там пришел размотать, так скажем, чтобы малоимущим деньги отправили. Но если так судить, то это, конечно, крутой поступок. Но мы не знаем все-таки все, как было на самом деле. Некоторые говорят, что он до этого сидел в тюрьме, что у него много очень косяков с кражами было. То есть это не такой человек, что правильный весь пришел и такой добрый поступок сделал. Но вы пишите комментарии. Сейчас вам покажу последнее интервью человека, который дал на месте происшествия. Семь, семь. Преступник сейчас, что с ним? Преступник сейчас вотворен в изолятор. Значит, под конвоем мы его сейчас увидели, увезли. Так что я прошу вас еще. По каким статьям будете инкриминировать? Сейчас будем разбираться. Каковы мотивы? Подскажите, мотивы, требования какие были? Он разные вещи нес. Масалы. Как перебивать? Мы с ним разговаривали? Разговаривали. Как он реагировал? Как он с вами разговаривал? Он, в принципе, проверил мои данные. Ултур. 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 Он держал в своих объятиях девушку, которая поэтому угрожал. Ну, сейчас давайте, идет следствие, уважаемые жители. Пострадавшим нет? Я же еще раз говорю, нету пострадавших. А вот с людьми, заложниками как-то можно переговорить? Или им какая-то помощь сейчас оказывается? Сейчас они, вот вы видели, что машины скорой помощи, их, значит, осмотрят, потому что мы применили слезотачивый газ, поэтому сейчас идет осмотр. У него боевая уже была? Сейчас идет осмотр. Один сотрудник ранен, вышел. Никто не ранен, я вам ответственно заявляю, потому что было применено...